Добрый день, НРБК региональные новости. Мы вещаем за Тальшар Тазлаза в студии Маргариты Кафарова. 180 предприятий Башкортостана присоединились к профориентационной акции «Неделя без турникетов». Ее осенний этап прошел по всей стране с 14 по 23 октября в рамках федеральной программы работы в России. В акции приняли участие более 14 тысяч учащихся республики. Такой профориентационный и в то же время образовательный интенсив позволяет школьникам, студентам и их родителям посетить предприятия региона, узнать о новых профессиях, увидеть, как устроены производственные процессы и познакомиться с техникой. Мероприятия проходят два раза в год. Это третья неделя апреля, третья неделя октября. И в апреле мы охватили мероприятиями более 8 тысяч обучающихся. В октябре мероприятия проходили также на всей территории Республики Башкортостан. И мероприятиями было охвачено более 6 тысяч учащихся в общеобразовательных организациях 7-11 классов. Всего в рамках недели без турникета в Башкортостане прошло 366 мероприятий. Это встречи с родителями и представителями колледжей, уроки профессиональной ориентации, экскурсии на предприятия, учреждения республики. В октябре участники акции посетили ОДК ОМПО, гидравлику, Ростелеком, учебный центр башни в Тегеофизике, а также больницы, пожарные части, суды, музеи, салоны красоты, швейные цеха, отделы МВД, центры занятости, службы семьи и другие, заинтересованные в молодых кадрах предприятия. Вторичное жилье в Башкортостане за год подорожало на 11%. К концу третьего квартала средний ценник за квадрат такого жилья в регионе составил 104 тысячи рублей, в Уфе – 117 тысяч. Данное опубликовал Росстат. В республике квартиры низкого качества выросли в цене за год на 12,5%. Стоимость квадрата такого жилья составляет 79 тысяч рублей. Типовые квартиры на 10% – 100 тысяч рублей. Квадрат жилья улучшенного качества подорожал на 13,3% до 113,5 тысяч рублей. Элитное жилье в регионе выросло в цене на 10,5% до 184 тысяч рублей за один квадрат. После того, как ушла господдержка с рынка недвижимости, первичное жилье стало менее интересным и доступным по цене для покупателей. Цена же на вторичном рынке недвижимости стала заявленной. Поэтому на сегодняшний день продавцы очень хорошо торгуются, понимая, что цена не рыночная, а заявленная. В Приволжском федеральном округе самый высокий ценник на квадрат вторичного жилья в округе Татарстане и Нижегородской области. 133 тысячи рублей. Саратовской области – 108 тысяч рублей. Башкортостан на четвертом месте. Самое доступное вторичное жилье в ПФО в Оренбургской области – 75 тысяч рублей за квадрат. Бывший начальник железнодорожного вокзала станции Уфа Олег Мигунов предстанет перед судом. Его обвиняют в четырех эпизодах получения взятки. Расследование дела завершено, сообщили в следкоме республики. Как установлено следствие, Мигунов вперед с 2018 по 2023 годы получал взятки, в том числе через посредников от арендаторов торговых площадок на территории вокзала за покровительство бизнеса. Суммы варьировались от 7 до 13 тысяч рублей ежемесячно. Общая сумма за несколько лет превысила 900 тысяч рублей. В обеспечительных целях на недвижимость два автомобиля из счета обвиняемого наложен арест на 25 миллионов рублей. Экс-начальника вокзала задержали год назад. Все это время он находился под стражей. Прокуратура утвердила обвинение по делу. После вручения его копии Мигунову дело направят в суд. Сегодня в первый рейс вышел новый пригородный поезд из Шакши в Дему. Решение о запуске дополнительной электрички было принято совместно с Минтрансом республики, чтобы обеспечить транспортную доступность на время закрытия Шакшинского моста, отметили в пресс-службе Куйбышевской железной дороги. Также с сегодняшнего дня продлен маршрут следования ежедневного пригородного поезда Кандры-Уфа до станции Шакша. И внесены изменения в расписании некоторых электричек. Таким образом, общее количество электропоездов, курсирующих на участке Дема-Шакша, с начала года увеличилось вдвое до 37 составов. Кроме того, составлен особый график, исключающий пересечение пассажиропотоков с поездов разных направлений. Также на речной переправе Князева работает паром. На автомобиле можно доехать по альтернативной объездной дороге, федеральной трассе М-5 с заездом через платный восточный выезд, Липонагаевское шоссе и Оренбургский тракт. Напомню, ограничение движения по Шакшинскому мосту продлится до 24 ноября. Полное перекрытие необходимо, чтобы исключить во время ремонта колебания конструкций. Главный федеральный инспектор по Башкортостану Алексей Касьянов посетил строительную площадку будущего отделения Бакалинской и Центральной районной больницы. Проверка проведена по поручению полномочного представителя президента России в ПФО Игоря Комарова. Новый корпус возводится по нацпроекту здравоохранения за 440 миллионов рублей. Он рассчитан на 150 посещений в смену. В здании расположится консультативно-диагностический блок, фильтр бокса с отдельным входом, кабинеты специалистов, женская консультация и администрация районной больницы. В 2025 году в Бакалинском районе благодаря федеральным программам появится еще 6 фельдшерско-акушерских пунктов. Глава района и подрядчики заверили, что к сентябре следующего года новый комплекс и новое здание полиоклиники будет введено в эксплуатацию. Ну и вообще мы пообщались на тему развития района. Мы видим, что район достаточно активно развивается. И население района растет. И экономический потенциал развивается. В селе Бакалы Алексей Касьянов проверил работу детского сада «Буратино». На его строительство направили 71 миллион рублей. В саде посещают 110 ребят. Затем главный федеральный инспектор по республике встретился с местными жителями, которые ранее обращались с жалобами в приемную президента России. Все заявления взяты на контроль. У меня на этом все. До свидания.